Ну что ж, очередной прогноз на 2023 год. Каким он будет, что в целом нас ждет. Хочу сначала пререкламировать вот такую книжку, которая вышла совсем недавно, буквально неделю назад. Это очередной календарь на год, звездный путеводитель на 2023 год, Академия, издательство Эксмо. Найти его можно в книжных магазинах, я полагаю. Ну и также Озон, Валберес, Литрес. Те, кто поближе к Академии, могут его купить в Академии. В нем есть некоторые новинки по отношению к прошлогоднему календарю. Во-первых, здоровье и уход за собой. Стрижка, окрашивание волос, косметология, эпиляция, маникюр, педикюр, массаж, диета, разгрузочные дни. А второй, это введен еще один раздел. Рекомендации по сельскохозяйственным работам на 2023 год. Конкретно, когда чего делать. Похотеть, поливать, жать и так далее. Все остальное, в принципе, соответствует прошлому календарю. Любовные встречи, свидания, занятия спортом и здоровый образ жизни. Траты и покупки, вложения. Деловые встречи, переговоры, серьезные переговоры с начальством. Ну, с начальством вообще лучше не разговаривать серьезно. Лучше так, заранее настроиться на юмор. Основные сферы нашей жизни расписаны каждый месяц по дням. Когда хорошо, когда плохо, когда нейтрально. А также рекомендации общие для знаков зодиака по месяцам. Ну и общие картины года, конечно. Так что покупайте. В прошлом году разошелся очень быстро. Ну, а теперь перейдем, собственно, к прогнозу на год. 2023. Как и прошлый год, начинается 2-0-2, но тут заканчивался двойкой, а тут тройкой. Двойка, вот эти, двойка всегда числа противостояния. Весь прошлый год это самое противостояние прямо со второго месяца. Шло это прекрасное противостояние и идет до самого конца 22-го года. В 23-м, ну, тройка полностью не решит все проблемы, но она много чего смягчит. Тройка вообще число гармонизующее. Оно смягчает противоречия, дает такую позитивную динамику. Но тот кризис, который начался и нарастал уже достаточно давно, по-настоящему закончится только в году 25-м. Перейдет в такую более-менее стабильную фазу и начнется следующая фаза. А 23-й год приведет к промежуточному равновесию. Это говорит о том, что в течение года будет продолжаться противостояние, длительное, напряженное, устойчивое. Но к концу года смягчится. Некоторое равновесие будет достигнуто. Это общая картина года. Это не только между государствами, это в том числе и личные отношения. Все-таки год такой поляризующий. Но при всем при этом год значительно более легкий, чем предыдущий. В декабре 22-го года закончился аспект, который шел два года на небе. Стоял квадрат Урана с Сатурном. И вот он приносил самые большие напряжения. Сейчас этот аспект уходит. Самый кризисный период пройдет. Это не значит, что для всех сразу станет хорошо. Для кого-то станет значительно лучше, для кого-то станет знаметно хуже. Но в целом картина года более мягкая. Интересно, что в этом году возвращается на сцену один старый аспект. Аспект сексила Нептуна с Плутоном. Это очень интересный аспект. Он стоял на небе порядка 60 лет. Он начался в 1943 году и продолжался аж до 1991 года. Этот аспект поддерживал общемировое равновесие на протяжении 48 лет. И хотя по миру шли масса локальных войн, все равно общемировое равновесие поддерживалось этим аспектом. Мы жили в эпоху Холодной войны, но эта Холодная война была противостоянием равновесным. Длительное равновесное противостояние, которое удерживало полярный мир. В 1991-1992 году этот аспект распался, и равновесие резко нарушилось. И вот сейчас этот аспект возвращается буквально где-то уже в феврале 23-го года. Это о многом говорит. Надолго ли он вернется? Надолго. До 1939 года, на 17 лет. Не только из одного аспекта складывается история. Но это говорит о том, что нас опять ждет достаточно напряженный, но в то же время достаточно устойчивый мир. Будут происходить разные процессы. С 1943 года по 1991 много чего происходило в мире. Образовывались союзы, распадались союзы. При всем при том мы жили в атмосфере достаточной стабильности. Мировой я имею в виду. Были два полюса, которые между собой так слегка бодались, втягивая в это бодание и другие страны на разных континентах. И при всем при том не было ощущения, что вот-вот завтра мир обрушится. Был короткий Карибский кризис, после него наступила еще большая стабильность. Так что я думаю, что сейчас, после серьезной тряски 2022 года, начнет возвращаться общая мировая стабильность. Постепенно потребуется, может быть, несколько лет на то, чтобы вернулась вот эта стабильность. Это не будет такая тихая и уютная гармония, когда все друг друга любят. Скорее всего, это будет стабильность напряженного противостояния, скрытых процессов, всяких изменений. Динамика сохраняется очень высокая. Но я думаю, что этот аспект очень сильно предохраняет мир от мировой катастрофы. Пока не наступит такой момент, что она уже станет невозможной. Планеты идут медленно, сходятся, расходятся. Точный аспект 30-31 год. По всем прогнозам эти годы будут интересными очень. Как бы завершающими зону кризиса. Но я думаю, что даже уже в следующем году мы почувствуем, что ситуация значительно менее критичная, чем это было в 2022 году. Так что этот год очень интересен. Идет год постепенной стабилизации. Начало. Пока еще только начало. Помните, 43-й год, это был разгар войны. Но там уже произошел переворот, который заложил условия мировой устойчивости на многие годы. Примерно то же самое нужно ждать и в 2023 году. Это такая общемировая картина. Что еще радует в новом году? Ну, там нет таких аспектов, которые бы шли через весь год. Как это было практически вот Сатурн-квадрат к Урану. Появляется аспект, потом исчезает. Я имею в виду, конечно, аспекты между медленными планетами, которые длятся долго. Которые задают общую картину. Весна считает тем, что опять возвращается аспект Сатурна с Ураном. Но это уже зеленый аспект, аспект перемен. Так что я жду, что перемены, большие перемены в верхах, начавшиеся на последнем квадрате Урана с Сатурном, перестройка такая, существенная перестройка всей системы управления. И у нас, и у них будет происходить в течение всего этого года продолжаться и дальше, и не закончится. Идет существенное глубокое изменение на самом верху власти. Сама система отношений меняется. И обязательно это будет происходить в нашей стране в первую очередь. Но я у вас уверяю, что Брюссель и НАТО обязательно это затронет тоже. Один аспект, все-таки какое-то количество времени в этом году идет. Квадрат Плутона к узлам, лунным узлам. Это обычно очень напряженный аспект, когда планета, делающая квадрат к узлам, проявляется тяжело, основательно, занудливо. Плутон с силой, Плутон как раз связан в том числе и со всякими большими авариями, военными действиями и прочее. Астрологический Новый год. 20-21 марта. В Москве Новый год приходится вблизи полуночи. В Киеве, Минске это около часа ночи. А в Центральной Европе это еще предыдущий день. Астрологический Новый год начинается 20-21 марта, то есть тот момент, когда Солнце входит в знак Овен, в самом начале. Год прогнозируют астрологи именно на этот день. После дня весеннего равноденствия произойдут заметные изменения. Причем я посмотрел, что тут для Москвы, что для Киева. Конечно, ни к какому примирению Новый год не приведет. И с НАТО то же самое. Будет продолжаться напряженно, тяжело противостояние. Но для Киева более трудный период, чем для Москвы. Марс, планета конфликта, стоит на вершине восьмого дома, дома смерти. Но только в Москве он включенный. То есть действие его сильно ослаблено. И расстояние до вершины дома большое 3 градуса. А вот для Киева он стоит точно на вершине восьмого дома. Расстояние меньше 2 градусов. И действует он на полную. Так что для Киева я прогнозирую еще один тяжелый, напряженный, разрушительный год. Для Москвы чуть попроще. Но противостояние у Москвы со всем, так сказать, западом, а у Киева с Москвой будет продолжаться в течение всего года, в том числе и нового. У Минска ситуация напряженная, но, так сказать, явные указания на такие тяжелые военные действия не видно. Скорее внутренние проблемы Вашингтон. Вашингтон и год тяжелый, но не военного характера, а скорее финансово и политическому. Там такой основательный кризис и политический, и финансовый одновременно, потому что там не Марс на вершине восьмого дома, дома смерти. А там восьмой дом затрагивается Солнцем, Меркурием, Юпитером. Юпитером деньги, банки, Меркурий торговля. Солнце общая напряженная картина. Там же и Нептун, это наши финансы, американские точнее. Так что я ожидаю, что там сложная, очень непростая политическая картина, даже кризисная, но войны не видать. Брюссель, столица Евросоюза. Вся эта группа стоит на вершине дома власти, и все напряжения будут происходить именно на уровне властей европейских. Непосредственно военные действия не затронут эти страны. Косвенно, да, потому что Марс у них тоже в восьмом доме, но глубоко там ослаблен. Войны косвенно будут они страдать и от этого, но это не будет, по их показателям, не видно прямой войны. Еще можно сделать короткий вывод, что противостояние Москвы и Киева в горячей форме будет продолжаться в течение почти всего года, до самого конца 2023 года. для Украины значительно тяжелее, чем для Москвы. Европа будет в этом участвовать косвенно. Видимо, поставками оружия, наемниками, может быть, там будут страдать какие-то логистические цепочки косвенно. Штаты не влезут тоже. Видимо, вот этот пик опасности прямого вмешательства, прямого противостояния России и НАТО закончится к весне. Просто закончится и все. И дальше мы будем, конечно, кусаться, ругаться, переплевываться, но уже нет опасности, уйдет опасность непосредственно военного столкновения. Это самое существенное. Как я уже сказал, Штаты ждет достаточно серьезный политический кризис, отчасти финансовый, но скорее политический. Доллар не рухнет. Но, начиная с 1923 года, Соединенные Штаты въезжают в длинный период кризиса, в длинную полосу кризиса нарастающего. Откуда они не выйдут, точнее, уже в этом веке они из него не выйдут. И закончится тело тем, что в далеком будущем, начиная с середины, с 1935-1936 года, и по 1941 год будет происходить процесс ухода Соединенных Штатов с мировой арены. Они уйдут к себе, вернутся, как они были изоляционистами до 1916 года, и продолжали изоляционистскую политику до 1941 года. Они вернутся к этой политике и займутся своими делами. Они перестанут выполнять роль мирового жандарма. Этот процесс пойдет уже сейчас, с 2023 года, но медленно, не спешите. Что касается нашей родимой страны. Ну что же, экономическое положение тяжелое, но не разрушительное. Несмотря на все трудности, есть и шансы на то, что мы сумеем удержать равновесие. Я не думаю, что так все дружно бросятся снимать с нас санкции. Это как-то не похоже. Но общая финансовая картина начнет заметно улучшаться с конца весны, с лета. Опряженка останется и надолго. Да, но идет стабилизация экономики. И даже может начаться медленный подъем. Идет глобальная перестройка социальных отношений. В этом году продолжается перестройка, но продолжается значительно мощнее. Это значит и изменение формы собственности, изменение отношений крупного бизнеса, среднего бизнеса, мелкого бизнеса, бизнеса и властей и все прочее. То есть мы перестраиваем всю нашу экономическую структуру. Медленно, но верно. 2023 год это продолжит. Продолжит 2024. И кажется, удается это сделать без разрушительных последствий. Узлы в прогрессиях идут по вершине дома. Свои и чужие деньги. Идет перестройка всей финансовой системы. Медленная, основательная, глубокая. Это продолжение того, что уже идет с начала 2022 года. И будет идти до самого конца года, даже до начала 2024. Печальные прогнозы обрушения экономики России вместе со всей финансовой системой не сбудутся. Я, правда, хочу сказать, что я этих прогнозов никогда не давал. По общим законам Россия рухнуть не может сейчас. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем, ни вообще в этом веке. Я не хочу давать конкретный прогноз по разным причинам. Например, не хочется, чтобы канал закрывали. Но могу сказать, что да, перемены верхушки власти продолжаются. Продолжаются основательно. Я думаю, это будет резкое усиление центральной власти и даже ужесточение. Года на два примерно, с той же самой весны. Другое дело, что это, скорее всего, будет ужесточение общей системы управления на ведение порядка. То есть она затронет не только всех свободомыслящих. Она, в первую очередь, затронет, скорее всего, всю чиновничью структуру. Что еще очень интересно в этом году, усиливается активность местных органов. То есть областей, краев. Видимо, им будет предоставлено больше прав. И они, по крайней мере, активность центра идет именно на периферийные, на местные власти. Будет попытка улучшить немножечко социобеспечение. Но я боюсь, что к концу 2023 года, к началу 2024, вылезут наружу все дыры, которые есть в этих системах. И в пенсионном фонде, и в медицине, и прочее, в очередной раз. Так что безбрежного счастья искать, ждать не надо. Скорее всего, те же самые сложности. Сначала улучшение, а потом выявление проблем, которые опять создадут новые сложности. И с этим придется разбираться в следующие годы. Этот год легче предыдущих, потому что и затмений меньше. Там всего четыре затмения в 2023 году. А год, когда четыре затмения, считается легким годом. Все самые большие напряжения, сложности закончатся примерно к весне. Вот вторая часть 2023 года, с марта, значительно спокойнее. Но это только движение к завершению конфликта. Реально, даже горячая фаза конфликта продлится еще долго. По крайней мере, весь 2023 год накроет. А, в принципе, конфликт не в военной форме продлится еще долго. Пока не утихомирится Европа. Пока Штаты не уйдут с мировой арены. Но и в совсем тихой, но трудной форме продлится еще дольше. Пока украинский народ внутри себя не найдет согласия. А это ближе к концу века. Так что такая тихая идиллия безоблачная наступит очень нескоро. Мы живем в серьезное время перемен. Но можно сказать, что год будет значительно спокойнее, значительно позитивней, чем 2022. Какие-то важные моменты стабилизуются. Например, станет ясно, что не будет прямой войны между Востоком и Западом. Не будет ядерной войны, тоже успокоимся. Итак, вернемся к году. Четыре затмения. Два коридора затмения. Первый коридор с 20 апреля по 5 мая. Второй коридор с 14 октября по 28 октября. Апрельское затмение, еще последняя волна, достаточно трудная. Потому что они происходят на квадрате к Плутону. То есть вот это последняя напряженная волна весна. Конечно, там и аварийности много. И всяких мелких и крупных катастроф. Октябрьское затмение значительно спокойнее. Там скорее будет работать зеленый аспект с ураном. То есть сулит много перемен, но не жестких. Еще краем пройдет аспект Плутона с Солнцем, но именно краем. Нас сильнее всего заденет майское затмение. Это затмение лунное, полутеневое. Полутеневое значит луна попадет не в тень Земли целиком, а полутень. Это сулит такие серьезные перемены в течение ближайших трех лет в России. Социальные, политические, экономические. Но скорее обновляющие, чем разрушительные. Остальные три затмения нас не затронут. Так всерьез. Дальше ретроградность Меркурия. Четыре раза Меркурия будет ретроградной. Я обозначаю кратко, потому что подробности все будут в месячных прогнозах. Вам только нужно заранее учитывать при отдаленном планировании вот эти периоды. Для этого и сообщаю их. С 29 декабря, вот 22 года начнется меркурианская ретроградность. И закончится только 18 января 23-го. Поэтому, когда планируется серьезное начинание операции и все прочее, учтите. Второе, что нужно учитывать, с 21 апреля по 15 мая. На это же время придется и коридор затмений. Скорее всего, это самый трудный период ретроградности. И третий период с 23 августа по 15 сентября. Но еще есть будет и четвертый период. С 13 декабря по 2 января 24-го года. Вот четыре раза получается ретроградный Меркурий. Венера. Ретроградность у нее будет 23 июля и закончится 4 сентября. Один только период, но больше в году и не бывает. Марс вообще ретрограден раз в два года. В 23-м году будет просто продолжение ретроградности Марса 22-го года. Которое началось 30 октября 22-го. И будет продолжаться аж по 12 января 23-го года. Поэтому новая активизация, так сказать, как-то решение, активное решение старых экономических, финансовых и военных проблем пойдет сразу после того, как Марс станет директным. То есть во второй половине января. Что еще сказать? Самые аварийные периоды года. С 15-го по 20-е марта. С 19-го по 22-е мая. С 24-го по 28-е июня. С 7-го по 10-е октября. С 10-го по 13-е ноября. И с 17-го по 23-е декабря. Какие перемены так на небе принципиальные? Ну, Юпитер поменяет знак и будет же большей части года идти по Тельцу. А это говорит о том, что меньше внешнего напора, больше внутренней работы. Это основательно. Овен дает такой яркий внешний напор, а вот Телец более конкретен. Меньше болезненных амбиций. Но для людей с очень болезненными амбициями это проблемный период, потому что им придется во многом разочароваться в этом году. Меняет знак и Сатурн. Обычно он идет по знаку 2,5 года. В 23-м году он перейдет в рыбы. Это говорит, что у Сатурна жесткость уменьшится. То есть всякие перегородки, противостояния, запреты станут чуть помягче или, скажем, не столь жестко их будут исполнять. Это не значит, что исчезнут барьеры, но они будут менее жестко работать. Ну и, что наиболее интересно, Плутон меняет знак на короткое время. Апрель, май, июнь 23-го года. Он коснется, впервые коснется Водолея и уйдет обратно в Козерог. Окончательно он войдет только в 25-м году в Водолей. Но уже первые звоночки будущих перемен надо смотреть там. Плутон — это целое поколение. Это 15-20 лет по одному знаку. Каждый раз, когда Плутон входил в знак, окончательно, правда, происходило глобальное изменение мирового порядка. Ну, в частности, когда он вошел в знак Рака, началась Первая мировая война. Когда он вошел в знак Льва, началась Вторая мировая война. Дальше не все были войны. Кризис, после которого менялся мировой порядок. Вот сейчас вхождение в Водолей придаст ему то же самое. А Водолей он войдет в 25-м году. Итак, мы сейчас на грани смены двух мировых порядков. Затронет, конечно, западный мир в первую очередь, потому что пока он задает мировой порядок в основном. По восточному календарю это черный водяной кот или кролик. Но принципиально нет здесь разницы. Это достаточно мягкий год. То есть по всем показателям 23-й мягче предыдущего. Год в целом позитивных перемен, точнее, начало позитивных перемен. Раз. И второе. Очень своеобразно стоит Нептон. Так что можно ожидать очередного блефа или какой-нибудь химии с очередной эпидемией. Я так просто полагаю, что ВОЗу рулить понравилось. По крайней мере, рекомендую не бросаться в панику, если объявят еще какую-нибудь очередную пандемию. Самый тяжелый период всех этих вещей уже прошел. Год неплохой. Желаю вам его провести максимально плодотворно. Внутренне спокойно, гармонично. Пусть интенсивно, но содержательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok